Встреча сегодня у нас с референтом, психологом Департамента поддержки семей с детьми, Государственной инспекцией по защите прав детей Марии Сорокиной. Вы знаете, что стартовала в Латвии кампания против эмоционального насилия над детьми. Понятие, скажем так, для нас не совсем такое уж новое, но тем не менее. Раньше о таком вообще не говорили, о эмоциональном насилии, а сейчас очень активно. И вот целая кампания развернута, сейчас мы подробнее поговорим об этом. Госпожа Сорокина, доброе утро. Доброе утро. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Итак, вот в Латвии, как вы знаете, уважаемые радиослушатели, стартовала в понедельник кампания социальная против эмоционального насилия над детьми. Что имеется в виду под эмоциональным насилием, мы сейчас как раз выясним у специалистов, потому что, возможно, не все понимают, что даже фразы вроде «ты мне надоел», «ты ничего не можешь сделать как надо», «уйди, я не хочу тебя видеть больше» и так далее, это как раз-таки вот из уст родителей особенно, это и есть то самое эмоциональное насилие над ребенком. Госпожа Сорокина, может быть, вот сначала вот эту вот дефиницию, да, что такое эмоциональное насилие, как оно проявляется? Я так попроще, что я могу понять. Это тогда, когда о детях родители не заботятся о ребенке, да, а ребенок чувствует себя, что он брошен, никому не нужен, что он одинок. Но это не только, наверное, те случаи, когда ребенок просто оставлен один дома, но и те случаи, когда родители смотрят телевизор в одной комнате, а ребенок целыми днями просиживает за компьютером другой, да? Да, и больше это, может, эмоционально, когда дети, которые свидетели, родители насилие в семье, они видят то, что происходит, что родители ругаются, что родители агрессивны друг над другом, да, и ребенок не может об этом никому рассказать. Он чувствует себя беспомощным, чувствует себя, ему стыд и страх за то, что происходит. И, может быть, здесь много очень чувства вины. И можно себе только представить, что в душе ребенка происходит в этот момент. Да, да. И чувство вины то, что ему кажется, что все из-за него это происходило. То, что он виноват, то, что происходит с родителями. Может быть, я, значит, сказала, что дети, которые, ну, о них не заботятся, да, и это, может быть, много сказано те, которые родители уезжают за границей и оставляют своих детей. Это тоже, да, входит сюда, в эту понятию? Это тоже входит в понятие как-то, что о детях работают. Хотя вроде бы родители желают добра детям. Добра. Да, и он тоже чувствует эмоционально. Ну, себя эмоционально вот таким использованным, можно сказать. Да. Общая статистика, вот есть какая-то? Сколько детей страдают от эмоционального насилия? Да, да. Ну, за помощью обращались, я хотела, да, обращались за помощью на телефон доверия. Это 500 звонков в году. Ну, это эмоциональное насилие, да. Но вообще, если мы говорим вообще, сколько звонков получает про насилие на телефон доверия, это 100 тысяч в году вообще о насилии. 100 тысяч в год дети звонят, жалуются. Да. А что они говорят, вот что сообщают дети? Каким образом вот они жалуются? Что, на что? Да. Больше это то, что отношения с родителями, отношения с братьями, сёстрами, а с друзьями очень большое эмоциональное, что я хотела бы сказать, очень большое такое эмоциональное насилие со стороны друзей. Он как будто, ему друг, но то же самое, он чувствует себя преданным, и много звонят, и что делать, да. А о разводах, когда родители разводятся, дети звонят, и они чувствуют о том, что мы говорили, они чувствуют себя виноватым в том, что происходит в конкретной ситуации. И здесь они стараются как-то эту ситуацию разрешить, чтобы опять всё в семье было хорошо. Много звонков то, что как-то ребёнок говорит, что ему скучно, но под это тоже подозревается, что ребёнок не знает. То есть он брошен, да? Он брошен, и нечего делать, может быть, я больше скажу то, что он не знает, что делать. И здесь я хотела сказать, что очень важно в том, чтобы родители обращали внимание на то, если ребёнок... Родителям всегда кажется, если ребёнок сидит тихо, он чем-то занят, тогда и хорошо. Всё хорошо, его не трогает, да? Да, прекрасно, всё там нормально. Но в то же слабое время я всегда говорю обращать внимание, если есть изменения, и он мало говорит, общается с родителем, только в компьютер, или... Ну, больше то, что в компьютере сидит, да. И он занят, он не хочет общаться. Значит, что-то происходит, а он чувствует себя отвергнут. И здесь очень важно обратить внимание, что с ним происходит. И родитель, конечно, очень рад. О, всё хорошо с моим ребёнком, он меня не трогает. Но здесь важно, что случилось с ним, почему он такой. Говорить. Иногда родители сами звонят и говорят, ну, ничего же не произошло, но ребёнок со мной не хочет разговаривать. Но я всегда родитель... Настояние, может, у него такое, да. Да, он не хочет. Тоже может быть, тоже может быть, конечно. Но при этом я всегда говорю быть рядом родителю, быть рядом с ребёнком, почувствовать, увидеть, что в нём произошло. И тут мы можем обратить на это эмоциональное насилие. Или это в школе, или это всё же в семье, где часто... Я всё же хочу сказать, что всё это идёт большинство из семьи. Почему ребёнок, ну, дальше страдает. Страдает тоже. Страдает. Да. То есть чаще всего дети страдают от родителей или от сверстников всё же? В семьях или в школе? Где вот? Знаете, я вам хочу... Да, я-то как-то это обратила внимание и старалась сама так смотреть на это. Я сказала, школа, это сверстники. Я делила бы так, друзья и сверстники. Тут много. Больше дети всё же стараются... И сверстников где-то 72 в полугодие, да, насилие от друзей. Случаев насилия. Случаев, да. А где-то я делила бы так, что эмоционально это друзья и родители где-то в одну категорию. Потому что это близкие люди, да, вы так считаете? Да, да. И потом, ну, могут быть и от учителей какие-то. А что с учителями у нас не так? А учителя тоже жалуются, в свою очередь, на эмоциональное насилие со стороны детей. Да. Такие случаи тоже очень распространены. Я бы сказал, сплошь и рядом. Да, я хочу подключить слушателей. Пожалуйста, уважаемые слушатели, звоните нам по этой теме. 672-12-939, 672-13-939. Мы сегодня говорим о эмоциональном насилии над детьми. Стартовала такая кампания с понедельника в Латвии. Её проводит центр Дардедзе. Но вот, к сожалению, они не смогли сегодня присутствовать у нас на программе. Тоже мы их звали. Но у них где-то акция, по-моему, в регионах. Поэтому, возможно, нам удастся связаться по телефону в течение программы. Но у нас в гостях сегодня представитель инспекции по защите прав детей Мария Сорокина, референт-психолог Департамента поддержки семьи с детьми. Так что вы тоже, пожалуйста, подключайтесь. Мы говорим вот сейчас на данном этапе о насилии в школе, так сказать, взаимном над детьми и в то же время от детей учителям. Ну, давайте звонок сначала примем. У нас дозвонился слушатель. Пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Эдуард, меня зовут. Я по поводу своей деятельности смог ознакомиться и с мнением инспекции по защите прав детей по этому вопросу. И вот считаю, что на что здесь стоит обратить внимание, на мой взгляд, что в данном ситуации инспекция по защите прав детей считает, что насилие на детьми может быть и как умышленное, так и неумышленное. Ну, допустим, ситуация, когда папа с мамой одинаково очень сильно любят ребенка, но семейная ссора, как в любой семье это бывает, произошли мама с папой поругались, ребенок нечаянно это услышал. Да, так вот, инспекция наша считает, что это является насилием над ребенком, то есть мама в дальнейшем может обратиться в суд, у нас и уголовная, и административная ответственность за это предусмотрена, да, но понятно, что ни папа, ни мама в данном случае ребенку эмоционального насилия никакого не хотели допустить в отношении ребенка, да, и вот, что касается правоприменительной практики, у нас именно из-за мнения инспекции по охране прав детей возникает достаточно большие проблемы, в которых родители, может быть, неосознанно начинают этот инструмент использовать против себя, друг против друга, и, в принципе, из-за этого возникает и как в семье, ну, и как следствие проблемы в отношении детей, ну, вот такое мнение. Спасибо большое, интересное мнение, да, если родители посадят, я думаю, это не будет, это будет считаться эмоционально насилием над ребенком? Ну, вот, да, здесь действительно очень такой тонкий, языкный момент, да, потому что эмоциональное насилие, это действительно преступление, насколько мне известно, да, в этом говорит закон, вот, и могут родителей даже наказать, и принудительными работами, и так далее, но все должно быть, наверное, адекватно как-то, ну, специалист прокомментирует вопрос. Ну, я сначала хотела бы сказать то, что услышала, что даже если в семье происходят ссоры, ну, начнем с такой элементарной, да. Да, они везде происходят, естественно. Да, важно родителям с детьми поговорить, поговорить, может быть, что произошло между папой и мамой, да, и то, что он не виноват в том, да. И то, что его любят, я хотела сказать, да, и то, что его папа и мама любят. Не оставить этот, ну, как-то... Барьер. Барьер, да, что мы решаем между собой, кажется, дети не слышат, но дети слышат. Это, мне кажется, важно между собой. Дальше, если что делать, как говорили, что сразу применяют какие-то там... Наказания. Наказания, да. Что у нас есть то, что мы... Есть возможность принять информацию и дальше передать, это что происходит, или это информация в инспекции по правам детей, или это работа с семьей, которая идет в социальную службу или сиротский суд. Но я хочу сказать то, что никого сразу не сажают или эту информацию проверяют. Потому что много звонят, и дети просят помощи, когда родители зависимы. Да. Да, и очень много там в семьях насилия. Зависимы, то есть, ну, вы имеете в виду, пьют или... Пьют, да, ну, я пьют, и поэтому никто сразу, если это пришла информация, ничего не происходит, что сразу родители возьмут и будут наказывать. То есть, да, эта информация тщательно ее рассматривают. И потом конкретные институции, да, находятся под надзором и смотрят, как динамика происходит в этом конкретном ситуации. Так что нету такой... Мы сейчас прервемся на новости и рекламу. Мария Сорокина, референт-психолог Департамента поддержки детей, семей с детьми, Государственной инспекции по защите прав детей у нас в гостях. Говорим о эмоциональном насилии над детьми. Сейчас как раз в Латвии проходит эта кампания. Подключайтесь в следующем получайсе, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok и в школе о том, что это насилие взаимное бывает. Да, вот если мы говорим о насилии, я не знаю, помните вы или нет, несколько лет тому назад развернулась дискуссия, в которой активно участвовали и не только политики дали священнослужители о другом насилии, о реальном физическом. И вот долго спорили, можно ли там в порыве гнева или в воспитательных целях, как это раньше было принято, не знаю, в прошлые века или даже в начале прошлого века, все-таки чуть-чуть ребенка и шлепнуть. Никто не говорит об избиении. И вот получается такая странная ситуация, что если нельзя физическую силу применять, я с этим согласен, то получается, что мы же живые люди, и получается, что на ребенка нельзя и накричать в порыве гнева, даже если он этого заслуживает. Что с этим делать? Но ведь все живые люди, нельзя запретить родителям каким-то образом выразить свое недовольство поведением ребенка. Никто не говорит о маленьком ребенке, там понятно, один, два, три годика на него кричать как-то странно. Но если, не знаю, подросток или еще чего-то совершает какой-то поступок крайне неприличный, но не всегда у родителей, у живых людей эмоциональных, вот есть мужество или, не знаю, силы просто сказать, ну давай сейчас спокойно поговорим об этом. Да, но мне кажется, здесь важно, что, если родители их, да, говорим, что важно заметить, что родителю надо сказать ребенку, что я злюсь, рассказать свои эмоции и признать, да, я тебя там шлепнула, да, или накричала на тебя, да, я тоже человек, я тоже мама, со мной может это случиться, признать то, что я сделал, но при этом сказать, почему это случилось, что я злилась или я злился то, что ты сделал. Не на ребенка как таково, да, что... А, на его поступок, да. На его поступок. Это очень важно, потому что я люблю своего ребенка такой, как он есть, но за поступок, да, надо обратить внимание. Ну, вот это... Есть звонок еще, пожалуйста, надевайте наушники, слушаем вас. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел немного отклониться от темы, но, тем не менее, она очень важна. Что касается о насилии от одноклассников. Скажем, дети пошли, да, они у меня не хотели в садик. Пошли, сейчас они в третьем классе, но, скажем, по моральному уровню, ну, они, конечно, не ругаются, да, но слова эти все слышат, да, и когда я обращаюсь, скажем, к заучу, к классному руководителю, они утверждают, что по законодательству ничего не могут сделать. Те же самые драки, матные слова от одноклассников. И, впрочем, есть одна учительница, которая тоже, скажем, ну, не матные слова, но такие скверные употребляет, на что администрация школы заявляет, что у нас нет других учителей, и руками разводят. Что можно с этим сделать? Обратите внимание, спасибо нашему, я слушаю, что речь идет об учащихся третьего класса. То есть там уже и матные слова, и насилие, да, что уже говорить про более старшие классы, да. Ну, я хотела бы сказать то, что эти матные слова или какое-то насилие, то есть я все равно хочу сказать, что ребенок где-то это слышал и где-то это видел, да. Да мы знаем даже где. Да, и сам, может быть, он иногда это эмоциональное насилие на себя почувствовал, и теперь он не только как упорец, жертва, да, и сам использует по отношению к тому, что можно делать. Я хотела бы обратить внимание на то, что родителю, что можно делать, да, конкретная ситуация, извини, родитель, что если нет внимания, он шел к классному учителю, обращался к директору школы, потому что видит, что происходит в классе, и нет никакого внимания, то, что есть в школе и социальный педагог, и психолог, и никто на это не обращает внимания. Вот тогда я хотела бы сказать, действительно, можно эту информацию звонить на телефон доверия, и может быть... Может быть, мы назовем номер телефона доверия? Да, да, 116-111. И дальше просто возможность принять информацию, да, и... По-моему, какой-то цифры не хватает. Какое-то не хватает. 1-1-6-1-1-1, все правильно. Шесть цифр всего? Да. А, такой телефон. Да. Без всяких двоестки, девяток. Да, такой простой, детям очень хорошо запомнить. То есть всего шесть цифр, да? Да. Да, но удивительно, что даже вот вы говорили, пятилетние дети звонят. Да. Или шестилетние. Да, ну, шестилетние, да. Десять таких звонков за полугодие шестилетние бывает. Бывает. То есть тебе кто-то подсказал все-таки этот телефон самостоятельно? Ну, я, как всегда спрашиваю, да, ну, брат позвонил, ну... Набрал номер. Набрал номер, да. Набрал номер. Но был случай, что брат набрал номер с такой целью, чтобы сам братик маленький рассказал бы то, что с ним случилось. Да, и здесь я хочу обратить внимание, что родители его ругали за любой поступок и ставили в угол даже по два часа стоять. Наказали. Да, и это наказание, ну, это эмоциональное насилие. И то, что бывало, то, что не говорят там день-два, мне кажется, это тоже очень эмоционально большое насилие. Это еще может иметь последствия, мы об этом еще не сказали, да? Да, вот какие последствия могут быть эмоционального насилия для детей? Да, ну, то, что ребенок... Важно с этих последствий, что изменения в эмоциональных чувствах, в психическом процессе, да? Ну, я так просто... Что значит? Низкая самооценка у него может быть, да? То есть это вот на всю жизнь он пронесет с собой, что он плохой, что он вот никуда не гордится и так далее. Да, и я хочу обратить одно внимание. Если что-то происходит, и родители заметили, неважно, или это в школе, или школа заметила, что в семье, а если это будет вовремя ребенка обращаться, ребенка вести к специалистам, да, это все можно изменить, да? Это не значит, что последствия на всю жизнь. Это просто надо заранее... Но если это вот запустить и не придавать этому значению. Дальше то, что чувство вины, то, что мы говорили, очень большое чувство вины, да? Во всем он всегда будет себя чувствовать виноватым в любой ситуации, да? Тревога, страх какие-то принимать какие-то решения, да? Он вообще не будет делать. Неспособность. Неспособность, да. Может быть, трудности справляться в таких проблемных, стрессовых ситуациях. Он просто уходит. Или он просто жертва, да? Он не может ничего. Бороться он не может. Нет. Здесь, как мы говорили, агрессия может быть на себя, аутоагрессия, да? Насилие на себя. Или к другим, о том, о чем мы уже говорили, да? Недоверие. Очень много родителей говорят, почему дети не говорят, а врут. Обманывают. Обманывают, да. Обманывают. Это тоже включается, что там происходит, почему он это не говорит, с чем это связано, да? Мало общается. Он вообще очень... Замкнут. Замкнут. И, конечно, это замкнут, то есть, может быть, последствием, что может с ребенком случиться, да? И что... Что ему, ну, такая... Поменяет отношение к окружающему миру. Да, к среде. Он его видит совсем по-другому. Совершенно по-другому расставляет акценты, да? И по-другому ценности оценивает. Да, да. Есть звонки у нас, пожалуйста, надевайте наушники, слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Мне кажется, что проблема заключается в том, что в Латвии очень много всяких агентств, служб доверия, которые занимаются вообще не тем, чем надо. Что, значит, ребенок звонит и рассказывает, какие у него плохие родители. Это разве правильно? Я могу сказать, что мне больше 70 лет. Меня отец в жизни выпорвал три раза. По сей день я помню, за что, как и никаких вопросов у меня нет. Я вырос, закончил учебное заведение, и в Латвии был далеко не последним человеком. В том числе и благодаря его методам воспитания. А сегодня дети воспитывают родителей. Воскользь говорит о вранье. А когда ребенок будет врать, когда он на каждом сагу слышит слово «оккупация», «оккупация» дома, ему говорят, в Паде никакой оккупации не было. Да, ну, все понятно. Я могу ответить, да, немножко комментарий. Конечно, да, по поводу воспитания. Да, я хотела... Раньше Билли считала нормальным. Нормальным. Я хочу сказать то, что ребенок звонит, он не говорит, что плохой родитель. Он говорит, помогите мне, я плохо себя чувствую. И со мной случилось то и то. Раньше Билли, и почему на это не обращали внимания? Все вырастали людьми, как вы сказали. Да, всем стали людьми. Но здесь много и последствий тому, что у нас происходит. Как говорим, что многие дети потом могут быть сами агрессоры кому-то. И, ну, вот я хочу обратить внимание... То есть все-таки бесследно не проходит, да? Да, что бесследно это не проходит. Хотя многие считают, что Билли, и они все в порядке? Мне важно, что признать взрослому или осознавать, не признать, а осознавать, правильно было бы сказать, да, то, что я могу в себе менять, чтобы этот мир или своего ребенка увидеть с другой стороны. Всегда кажется, что ребенок виноват, он плохой, он плохо учится, он такой, да. Но, как я всегда говорю, важно, может быть, в своем осознавании что-то увидеть другого, и я своего ребенка увижу. Вот посмотрите, здесь такой интересный момент, возвращаясь к предыдущему комментарию, ведь какую мысль хотел нам радиослушатель сказать, как я понял, да, что ежели его сильно родители отреагируют, я сейчас не говорю, обязательно бить, там, поругают, к примеру, да, то человек или ребенок запомнит надолго, и больше так делать не будет, ведь что говорит радиослушатель, что во сколько лет прошло, он помнит, за что его били. А если вы просто сказали... Да, мне тоже эта фраза как-то зацепила, что я до сих пор помню вот эти... Да. Это тоже, в общем-то, можно сказать, что это травма психологическая. Да, но, с другой стороны, он как бы иногда больше так не делал. Я к чему говорю, что если бы просто ему сказали не делать так больше, и помахали бы пальчиком, может быть, он бы так и сделал еще раз. Но если бы равнодушно сказали, может быть, да, если бы нашли какие-то, возможно, другие слова и способы, объяснили. Тонкий момент, но тем не менее. Ну да, но в нем осталось очень много, ну, сапес, ну, какие-то боли, да. Очень много боли осталось. И в любом... Я бы не хотела помнить своим родителям, например, когда, там, допустим, какой-то раз, когда меня, к примеру, когда-то отлупили. Вот на всю жизнь остаться, чтобы это осталось в памяти. Это, наверное, все-таки не очень правильно. Ну да, все-таки человек в 7 лет, как он сам сказал, да. Но он еще помнит. Он еще помнит, да. Да, и с этой болью он все время ходит. Ну вот ему и кажется, что это правильно. Ну и я думаю, что, ну, это мнение не единственное. Скорее всего, очень многие так думают по-прежнему. Она довольно распространенная. Да, и трудно сказать, как дальше это его чувство к другим относится, как он их передает другим, как он в среде коммуницирует с другими. Потому что любая, ну, то, что он запомнил, да, такая обида, наверное, я правильно сказала, да, то, что в этой ситуации. Он же, многие родители стараются, я своим детям так не буду больше делать. Но если он не осознал, в любом случае, это он продолжает дальше делать и в семье. Звонки, пожалуйста, слушаем вас. Слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, вот все вот эти службы, связанные с психологией, защитой и прочим, это государственные структуры, которые действуют, как правило, в пользу государства. Я хочу поддержать вот того человека, который звонил передо мной. Меня никогда в жизни ни отец, ни мать не ударили. На меня никогда не орали. Но должно быть какой-то авторитет у родителей. И словоблудием, простите, мы можем достигнуть только одного. Буквально неделю назад 13-14-летние подростки отбирали деньги у более младших своих сверстников. А вы хотите сказать, что раньше такого не было? Вы знаете, было. Ну да. Было. Но мы справлялись с этим сами. А сейчас, сейчас вот именно вот такие вот психологи, они воздействуют на психику людей, родителей, детей, и заставляют детей обращаться к ним, уговаривают все. И вряд ли это поможет ребенку стать самостоятельным, если он знает, что есть тетя, которая пожалеет, поругает папу с мамой. Папа с мамой плохие, они его, ах, они его эмоционально изнасиловали. Да что это за глупости? Родители должны воспитывать своих детей, а не психологи. Спасибо. А вы знаете, иногда ведь у детей нет родителей, которые могут помочь. И вот такие вот, извините, пользуясь вашей терминологией, тети, как раз-таки единственная возможность, куда может ребенок обратиться, к сожалению. А насчет авторитета мы, по-моему, ничего такого плохого не говорили. Мы не говорили ни о каком словоблудии. Авторитет, как мне кажется, многие, слушатели, с этим согласятся, достигается не всегда кулаками или там какими-то ремнями или розгами или еще чем-то. Я думаю, что авторитет это совсем другое. Боится, значит, любит. Бьет, значит, любит. Ну да, если про авторитет, дети много, авторитет, к сожалению, в семье не видят и ищут за семьей в социальной среде. И не всегда эта социальная среда очень... Да, еще есть один момент, может быть, для отдельного разговора, если мы говорим об авторитете, то зачастую авторитет достигается вот таким вот образом, когда ребенок смотрит, как общаются отец и мать. Если они видят, что мать не уважает отца, а отец не уважает мать, я уж там не говорю про то, что они друг друга бьют, да, так сказать, сковородкой и другими предметами, да, или руками. Но просто если они видят, что нет уважения в семье, это вряд ли повышает авторитет родителей в глазах ребенка. Да, кстати, в торговом центре Рига Плаза сейчас открыта вот в рамках этой компании стена слов, там написаны слова, которыми родители злоупотребляют. Да, да. Вот подъедьте, если у вас найдется время, посмотрите, вызовет ли у вас приятные эмоции вот эти слова, я думаю, что вряд ли у кого-то. Если вам это будет говорить, да. Да, а рядом, кстати, есть список хороших слов, которыми вот эти ругательства следует заменить, так что вот так. Ну да, вот то, что про авторитет, если можно, да, дополнить. Я с вами согласна, да. Как я вначале говорила, что ребенок, ну, сам эти слова или поведение, ну, он откуда-то видел. Не всегда, конечно, семья и социальная среда, да, то, что он видит. Но большинство авторитет, я тоже думаю, это важно было бы из семьи, что семья – это, ну, такая ценность большая для меня, кажется. Как мы встречаемся, как мы проводим время, сколько время мы уделяем ребенку, и это, как я говорю, индивидуальное время, да. Как мы с ним проводим, как садимся за ужин или за обед. Вместе. Вместе, да. Как мы говорим, решаем проблему, это тоже очень хорошо, такой семейный консилиум, да, я правильно по-русски сказала. Да, что вместе есть какая-то проблема, где, вот, в связи там с подростками, да, у них такой возраст, где решаем вместе и даем ему возможность принять это участие. И мне кажется, это очень важно. Тогда он себя чувствует то, что он тоже увиден и услышан. Пишут нам в видеочате, надо различать садизм родителей, таких немного, и физическое наказание за дело, когда ребенок совершил какую-то подлость или преступление. Вот, и в память об этом наказании за дело будет у ребенка не обида, а благодарность. Ну, преступление, там уже долгое наказание, я думаю, да? Ну, я думаю, за каждый поступок надо отвечать. Конечно. Ну, это я как говорила. Вопрос только как? Как? Да, за каждый поступок надо отвечать. И важно родителям не закрывать глаза, ну, не только на родителями, может быть, и в школах, где видят учителя, да, об этом говорит то, что он увидел и почему это последствовало, да. Да, вы, ну, пора говорить это, да, то, что есть, а не оставить, как будто я ничего не видела. Да, это часто есть, где дальше последствия, да. Но за поступок, я считаю, что надо отвечать. У нас же даже, когда преступление происходит, ведь человеку и самому дают высказаться, и дают высказаться его защитнику и прокурору. То есть, ну, вот в такой бытовой модели это обсуждение того, что он совершил. Да. Мы же его не линчуем сразу, мы же его там не вешаем тут же на месте преступления и так далее. То есть, в любом случае, точно так же, ну, не знаю, может, аналогия не очень уместная, но вот так же и с ребенком, который что-то, что-то произошло, и нужно выяснить, почему, в конце концов, могут быть более глубокие корни, чем мы думаем. Я вот думаю... Ну, конечно, нам проще треснуть его, наверное, многим. Да, я думаю, здесь... Эффективно заполнит на всю жизнь оставшуюся. Почему нет? Да, я думаю, здесь важно не морализировать ребенок. Многие почему звонят и говорят, он даже с родителем не может поговорить, да, он что-то сделал, но он не может говорить, потому что, он говорит, сразу морализирует меня, какое-то сразу наказание. Вспоминает все, что он сделал раньше. Да, это очень актуально. Да, конечно. И эту ситуацию не проговаривают, что произошло, почему эта ситуация. Да, потом, интересный момент, ведь зачастую, если мы говорим о более старших детях, они ведь понимают, что они совершили что-то нехорошее, да. Это, может быть, трехлетний ребенок не понимает, что он, как бы, не то сделал. То есть, надо выяснить причины вообще сначала, а потом уже наказывать. Конечно, да, если ребенку 13, 15, 16 лет... Ну, уж, конечно, в любом случае не физически все-таки наказывать. Да, и он понимает, что что-то он совершил нехорошее, да, какой-то поступок. Еще звонки, пожалуйста, у нас, слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Вот зря вы все-таки мешаете такие понятия, как избивать и наказывать. Мне кажется, это действительно искусственно делать. Вот не предыдущий звонивший мужчина, который вот сказал, что у него в памяти остались эти случаи, когда его наказали. Я думаю, он все-таки имел в виду, что у него осталась не обида на отца, по-моему, он про отца говорил, а именно обида на себя, что он разочаровал отца. То есть досада за свой проступок. Так, в первую очередь, это у него осталось в памяти, а не то, что его наказали физически. И что вы думаете? Действительно, вот и комментарий, который был с интернета, очень правильный. Нужно различать понятия, когда есть какие-то стадистские наклонности у родителей. Это исключено, это неприемлемо, и я это осуждаю. Но как вы представляете себе, следует воспитывать у ребенка понятие, что он должен нести ответственность за свои поступки. За все, за хорошие, и в том числе, в особенности, за плохие. Как без этого жить потом всю жизнь? Можно вам вопрос тоже задать встречный? Вы считаете, что физически нужно наказывать ребенка за какие-то проступки? Нет, я объясню свою позицию. Вы знаете, мне кажется, родитель имеет право искать подход, если ему удалось. И он видит, что и эффект от той меры наказания наилучший, и он соответствует. Вы правильно сказали, как бы, вначале нужно разобраться причины. Я очень прекрасно помню, я не был послушным ребенком. Мне доставалось по-разному, и за разные проступки, по-разному. Иногда я думал, что меня, может быть, там, ну, ремня я получу. Хотя, вы знаете, это все настолько формально. То есть, когда меня пороли, это совершенно не больно, это не унизительно, это всего лишь навсего, ну... Воспитательных целях. Я думаю, на меня это однозначно положительно повлияло. Своих детей я еще не бил, у меня дети уже, старшая ходит в школу, младшая в стадик. И я пока обхожусь без этого, и надеюсь, я смогу в дальнейшем без этого обходиться. Но наказание бывает разное, и в том числе... Ну, вот именно мы об этом и говорим. Это абсолютно нормально. Так мы об этом и говорим как раз, что наказание бывает разное. Да, мне показалось, вы все-таки любое упоминание, там, физического какого-то наказания со стороны родителей, вы сразу это в крайность приводите, что это какое-то избиение, это физическое, там, доминирование родителей и так далее. Да, спасибо, извините, у нас совсем время закончилось, уже буквально короткий ответ на этот вопрос, может быть, очень тема так заинтересовала, я смотрю, слушатели, но попробуем закончить. Да, еще хочу сказать, что я рада за такого родителя, который сказал... Что он обходится без этого, да? Без этого, без... Избиения, да. Избиения, и я понимаю, без такого эмоционального насилия, я действительно очень рада, что есть такие родители, и великолепно. Но я хочу сказать, что действительно эти ситуации, которые происходят, да, что в любом случае ребенку, даже если и хороший поступок, мы его благодарим, да, за то, что произошло. И мне кажется, вот здесь хорошо было бы заметить, что больше хороших поступков, да, и тогда ему поднимать эту самооценку, и, конечно, за эти поступки, что, может быть, они неадекватны, или в какой-то ситуации приносить ответственность ребенку, да, разбирать эти случаи, что происходит. То есть ребенок в любом случае должен уметь нести ответственность и отвечать за то, что он сделал. Но никто не говорит здесь о том, что нужно применять какие-то физические наказания. Вот о чем мы говорили весь этот час. Да, спасибо большое, извините, но у нас заканчивается программа. На этом Мария Сорокина, референт-психолог Департамента поддержки семьи с детьми, Государственной инспекции по защите прав детей, была сегодня в нашем первом часе утра на Болткоме. Продолжение следует...